Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент Доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа Абонент Доступен. В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Ну, а я хочу сообщить нашим слушателям, что певица Линда скоро приедет к нам в Ригу. 2 ноября в концертном зале студии 69 пройдет концерт певицы Линды. А сегодня Линда с нами на прямой связи по скайпу. Линда, здравствуйте. Привет всем. Линда, вот в анонсе концерта вас называют символом целой эпохи. Вы как к этому относитесь? Согласны с этим? Ну, мне сложно об этом судить. Я просто музыкант и делаю свое дело. А как к этому относятся, это уже решение, наверное, людей, которые слушают нас. Ну, вот многие анализируют ваше творчество, да, начиная с 90-х, видят такие изменения, начиная там от песни Нон Стоп до песни Оспа. Вот эта эволюция, она, естественно, для вас прошла? Ну, конечно, естественно. Это не эволюция, это, наверное, просто моя жизнь, мои удары сердца, я не знаю, мое кровообращение, мой характер, мое развитие, мой рост, мои знания, мой опыт и так далее. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, задавайте вопросы нашей сегодняшней гостю. Напомню, что на прямой связи с нами сегодня в программе абонент доступен певица Линда, так что звоните, присоединяйтесь. Ну, вот в 90-е годы за песню марихуана вас обвиняли в пропаганде наркотиков. Вы отнеслись, как вы вообще относитесь к подобным обвинениям и существует ли какая-то действительно пропаганда в песне марихуана, вот на ваш взгляд? Вы знаете, я как бы, ну, есть история определенная, да, те, кто знает эту историю, навряд ли это назовет пропагандой марихуаны и там и так далее, это первое. Во-вторых, я исполняю и пишу музыку, как бы, и для меня важно, ну, мое мироощущение, наверное, на сегодняшний день, мои ориентации в этом мире, не знаю, мои плюсы и минусы там и так далее. Поэтому это, наверное, ну, каждый по-своему воспринимает и делает свои выводы. Каждый видит в меру своего, наверное, духовного развития. Любое событие, которое с ним происходит, и в том числе и ощущение, и чувство ритма музыки, это тоже входит все в меру своего культурного восприятия и, естественно, духовного развития. Поэтому каждый на своем этапе видит то, что он хочет видеть. Я за это ответственности никакой не несу. Вот клипмейкеры, которые снимали ваши клипы, там вот как раз тема постапокалиптическая в основном, если взять и клип «Я ворон» и «Северный ветер», вот тема постапокалиптики вас почему вот так интересовала? Или это, в принципе, только интерпретация клипмейкеров? Это абсолютно жизненная позиция на тот период времени. Так, как мы ощущали жизнь, так, как я ее чувствовала. Те вопросы, которые меня в тот момент волновали, то искажение мира, которое я видела своими глазами, то, что меня окружало, и тот характер, который, не знаю, я впитывала от природы, от общения с людьми, от отношений, от всего, наверное, от литературы, я не знаю, от любого искусства. Но сегодня это ощущение изменилось, потому что сегодня чаще говорят о возможности Третьей мировой войны, об этом говорят серьезные политологи и политики. В 90-е все-таки об этом говорили гораздо меньше. Вот как сейчас чувствуете? Ну, безусловно, поскольку я живой человек, и я живу в этом социальном мире, и вижу изменения, и все критерии, и все нюансы, которые, как бы, меня тоже задевают, и за которые я болею, переживаю. Вот, поэтому, естественно, это все проходит через меня, и вместе с этим я тоже как-то меняюсь. Ну, а какие-то события в тот момент послужили причиной для написания этой композиции? Вот в клипе там представлены, в клипе «Северный ветер», представлены кадры там военной хроники и ядерные взрывы, поется, что мир встал на колени после удара. Вот, какие-то события были причиной? Ну, эта тема, наверное, вечная, мне кажется, она всегда будет любого человека волновать и трогать, потому что это то, что неизбежно, наверное, в этом мире, пока существует вся эта агрессия, которая нас окружает, пока существует борьба за власть и деньги, вот, и за лидерство какое-то. Поэтому эта тема вечная, и, наверное, это то, что приводит вот к таким последствиям, как войны там и так далее, как уничтожение природы, экологии, экологические темы животных там и так далее. То есть это то, что будет всегда меня, наверное, волновать. Ну, музыка, она вообще всегда служила призывом к добру или к злу. Вот можете, может быть, не согласиться со мной, но если поставить такие условные рамки, например, ну, скажем, «Вставай, страна огромная», да, «На смертный бой», или же, ну, не знаю, «Москва колынг», тоже призыв, только более мелкого масштаба, может быть, да? Как вы считаете, вот к чему побуждают ваши песни людей? Я не знаю, к чему побуждают мои песни, но музыка эта очень мощная. Я даже не знаю, с чем ее сравнить. Энергия, наверное, некая, да? Не знаю, музыка, наверное, есть все. То есть это такой язык не человечества, наверное, язык Вселенной. Потому что Вселенная дает нам эти гармонии, дает нам эти звуки, дает нам посылы, дает нам цвета, не знаю, мысли. Рождение всего оттуда идет. Это глубокий и бесконечный космос. Поэтому я думаю, что музыка, она бесконечна. И главное, правильно ее понимать, правильно, наверное, с ней общаться, как живым существом. Вот. И чем больше ты благодарна ей, чем больше ты отдаешь, как бы, труда своего ей, и ниже, как бы, ну не поклоняешься, как выразить, ниже, больше ее чувствуешь, что ли, и находишь какие-то с ней общие диалоги, тем она мощнее отвечает тебе своим посылом каким-то. Вот Раиса задает вам вопрос через Фейсбук. Что вы хотите сказать вашему слушателю сейчас и сегодня? Я ничего не хочу сказать. Что я могу сказать? Я просто делюсь своим мироощущением, наверное, своим каким-то опытом. Вот. Я ни к чему не призываю и никого ни в чем не убеждаю, никому ничего не советую через музыку. Это вообще для меня невозможно. Вот. Поэтому миллион людей, миллион разных мнений. Вот у меня мнение на сегодняшний день такое, и я его четко выражаю через свои какие-то музыкальные формы. Вот. Поэтому есть единомышленники, они присоединяются, и это здорово. Еще один вопрос от пользователей в интернете. Нет ли у вас разочарования, что люди ждут от вас северного ветра и марихуану, а ведь вы сейчас и ваше творчество уже другие? Ну, к сожалению, разочарование есть, потому что, к сожалению, доступности такой, как она у нас была раньше, ее стало меньше, а время другое, потребности у людей другие. Сейчас более все внешне, наверное, воспринимают, как-то все очень однодневно, никто не хочет больше думать и задумываться над посылом, который идет в творчестве. Поэтому всем лучше как-то забыться, наверное, обо всем и просто пребывать в каком-то легком удовольствии. Вот. Но это такой мир, мне кажется, это время, это абсолютно нормально, потому что, когда потребление превышает больше, чем отдачу, то всегда идет какая-то деградация и разрушение всего. Это не только касается музыки, мне кажется, это вообще сейчас накал такой ситуации в воздухе, в любой профессии, в любом творчестве. Поэтому сложно сейчас, естественно, людям, воспринимающим очень тонко этот мир, сохранять, ну, скажем, сохранять свой какой-то фундамент, не ломаться под эти рамки и четко идти прямо по своей линии, которую ты выбрал, наверное, изначально. Вот. Ну, не замечая любые препятствия, вернее, преодоляя любые препятствия, вот, но при этом оставаться самим собой в любых ситуациях. Вот вы часто говорите, что вдохновляетесь реальностью, и судя по тому, что в вашем творчестве есть много таких, ну, довольно мрачных песен, можно ли назвать реальность мрачной или все же есть какой-то просвет? У меня нет мрачных песен, у меня нет никакого не просвета, я не считаю музыку, нашу музыку, как бы, мрачной. Вот. Просто есть реальность, есть факты, вот, которые никакими нотами не переписать, а вот только исполнить так, как оно есть. Вот, поэтому, мне кажется, страшнее быть равнодушным, наверное, лучше понимать негатив ситуации и пытаться сделать что-то с этим. И, ну, не знаю, какой-то создать мост общения, наверное, чтобы он соединял множество вещей, множество вариантов в этом мире для того, чтобы можно было свободно чувствовать эту жизнь, наверное, а не быть в каких-то закрытых, замкнутых рамках, которые тебе навевает общество и вообще вся сфера жизни, наверное. Но ведь это своего рода парадокс, потому что, с одной стороны, общество становится более открытым, опять же, YouTube, социальные сети, мир стал гораздо меньше, но в то же время вы говорите о том, что как раз сейчас такое время замкнутости, я правильно вас понимаю? Ну, я не совсем говорю о замкнутости, просто, а что значит YouTube и интернет? Это доступ в эти сети мы как-то очень неправильно используем, то есть, это вся технология, она могла бы по-другому совершенно развиваться, если бы она в правильных ракурсах использовалась. Но, видимо, мы все люди, и не прожив этот горький опыт, мы никогда не поймем, для чего это вообще нужно и как это правильно использовать. Это касается всего. Взять ту же медицину, например, в каких ракурсах мы сейчас это используем, и куда нас это ведет, и весь этот материальный мир, который зависит от, ну, не знаю, от буквальных материальных средств, и от буквальной какой-то политики здоровья и нездоровья людей. Поэтому это все очень с таким, не знаю, можно говорить, наверное, с каким-то сарказмом об этом и с сожалением. Ну, а существует ли магия песни? Вот, к примеру, ваша песня «Танец под водой». Многие говорят, да и я лично могу сказать, что после прослушивания переносишься в какую-то другую реальность. Это можно назвать магией слово или звук? Вообще задумывались когда-нибудь об этом? Я не знаю, что значит магия. Для меня, понятно, слово «любовь». И любовь, и то, что прожито твоим сердцем реально и искренне. Если это есть в музыке, можно назвать, если это и есть магия, можно назвать это магией. Вот, мне кажется, что в тех, скажем, в том творчестве, в котором я существую, это всегда идет от сердца, потому что, наверное, по-другому я бы и не смогла сделать, у меня бы просто реально не получилось. Мне все очень важно, как бы, то, что я делаю, то, что со мной происходит, и насколько я живу этим процессом. То есть это для меня как воздух, ну, как, не знаю, как перекрыть кислород человеку и заставить его петь. Это для меня было таким же бы неестественным, наверное. Но для вас важно быть понятым, понятым слушателем, массовым слушателем, быть популярным, или это второстепенно, вот как вы можете прокомментировать? Мне, наверное, больше важно быть понятой внутри себя. Когда ты находишь эту гармонию, тогда и тебя понимают многие другие. Наверное, вот так. Если ты эту гармонию внутри себя не обрел, никто никогда не сможет тебя понять, полюбить и так далее. Если ты сам к себе относишься как к мусору, значит, такое же отношение ты будешь заслуживать и в окружающем мире. Поэтому очень важно найти себя, понять, что есть ты, что есть твое я, и что есть твоя душа и твое тело, и как это собрать в единую картину, и как эту картину постоянно раскрашивать интересными узорами. Ну, это путь долгий, но вот в вашем случае, как долго вы себя искали, учились? Мне кажется, это путь жизни. Ты никогда не останавливаешься ни на чем, и всегда идешь, растешь, чему-то учишься. Твои глаза смотрят, твои уши слышат, твой мозг реагирует. Поэтому все тайны мозга, они никогда не будут раскрыты до конца. Поэтому откуда что берется, это не знаю, как это происходит. Нужно жить тем, что происходит здесь и сейчас, не забывать о твоих корнях, и пытаться научиться какому-то, и приобрести какое-то развитие. И очень важно на этом развитии встречать интересных людей, и постоянно иметь какую-то, не знаю, почву для своего формирования. Ну, вот еще один вопрос из интернета. Если посмотреть на последние ваши работы, ощущается, что вы ушли от поп-музыки в готический рок. Как бы мне кажется, что слышу эти нотки, пишет пользователь. Так ли это? Вот очень интересная тема по поводу рока. Мне вообще непонятно, что вы имеете готический рок, что такое неготический рок, что такое рок вообще. Вы сами можете ответить на этот вопрос. Что есть рок? Есть направление музыки, как я понимаю. Но я не знаю, что вкладывал слушатель в эти слова. Направление музыки, да. Но что есть направление музыки? Музыка есть музыка. Какие у нее направления, это очень большое пространство. Если уж говорить о роке, то корни вообще идут от блюза. Там, не знаю, джаз-блюз, вернее, джаз-рок, блюз-рок и так далее. Тот же рок-н-ролл. Что есть рок вообще, я не знаю. И те же исполнители, которые звучали, я не знаю, 20 лет назад, и которые продолжают звучать сейчас, в принципе, значение музыки для них не изменилось. Поэтому я не знаю, что такое есть музыка, что такое стиль. Для меня музыка не делится на стиле. Просто это определенный ритм, определенная гармония, определенное звучание, определенный характер того или иного исполнителя. Я не знаю. Это его жизненный опыт. Вот что есть музыка. Но есть же разница, извините, между Иванушки Интернешнл, беру просто в качестве примера, и Роллинг Стоунс. Они играют музыку, и одни, и вторые, но это разная музыка. И мы можем разделить их по некоторым понятиям. Ну, поэтому мы их и называем. Вот есть Иванушки Интернешнл, а есть Роллинг Стоунс. Мы их и называем именами собственными, как они, в принципе, и звучат. Никто же не сравнивает их музыку. Да, у нас есть звонок, радиослушатель на линии. Только что был, сорвался, а нет, вот появился. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер, меня зовут Олег Домов. Я в большом стаже вообще рок-слушатель, где-то больше 40 лет. Я вам объясню, что такое рок. Вот я когда слушаю музыку, и у меня по позвоночнику мурашки идут, да, понимаете, хотя если там песни ACDC, извините, про полюцию только поется, но у меня мурашки по телу, понимаете, вот это рок-музыка. А все остальное, ну, попса. Да, у вас будет какой-то вопрос, Олег? Нет, я просто так, как комментарий, вы обсуждаете, что такое рок. Вот что такое рок, да. А знаете, как я вам сейчас скажу, а у меня, например, идут мурашки, и когда я слушаю, не знаю, там, Бьерк, например, у меня идут мурашки. Это что, по вашему? Правильно. У меня тоже, у меня тоже. Я просто как пример, понимаете. Ну, то есть, я поняла вас, я поняла. То есть, это рок, это некий такой протест. Да. Внутренний протест. Я вот тут открыл таких музыкантов, да, которых я, оказывается, и не слышал. Я по новой все это смотрю. У меня мурашки по телу. Я своей дочке говорю, у меня мурашки по телу. На, послушай. И у нее тоже. Хотя и, так сказать, она младше меня на 30 лет. Понимаете, вот что рок-музыка, да. Да, спасибо вам. Вот такой комментарий, слушатели. Да, ну тогда просто нужно говорить. Музыка, которая заводит, и просто музыка. Может быть, критерии нравится-не нравится, вот по такому принципу можно разделить? Я считаю, да. Музыка, это, я говорила, это определенная гармония, то есть, это чувство. У каждого совпадение со своей музыкой. Каждый из нас разный, каждый ловит свои какие-то вибрации в этом мире. У кого эти вибрации совпадают, он получает вот эти вот самые мурашки, как выразился сейчас наш слушатель. Вот. Поэтому это зависит от его эмоций, от его собственной жизни, от его воспитания, я не знаю, от того, что его трогает. Кто-то получает мурашки от, не знаю, от извержения вулкана, вот, а кто-то от приятного сна. Понимаете, это тоже разные чувства. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут прервемся, потом вернемся и продолжим. Певица Линда у нас на прямой связи, оставайтесь с нами. Мы продолжаем, это программа «Абонент доступен», в студии работает Анна Смирнова. Добрый день. И меня зовут Вадим Родионов, и как вы уже догадались, у нас на прямой связи певица Линда. Во второй части мы поставили фрагмент песни «Ворона». Здравствуйте, Линда, еще раз. Линда, слышите ли у нас? Видимо, у нас какие-то технические проблемы сейчас. Да, мы сейчас попросим звукорежиссера их устранить. А тем временем я напомню, что вы можете нам звонить по телефону 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также пишите нам в Фейсбуке, на моей страничке Вадим Родионов. Можно оставлять свои комментарии. Там мы разместили соответствующий пост и анонс, и там вы оставляете свои комментарии, которые мы зачитаем и зададим нашей гости. Алло. Линда, слышите ли у нас? Да, 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 вот сейчас слышу. Всем привет еще раз. Да, еще раз здравствуйте. Вот у нас есть звонок, давайте с него и начнем эту часть программы. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Лариса. Я у Линды хотела спросить вот о чем. Как у нее закончилось, я как-то это прозевала. История с Мадонной именно из-за этой песни «Вороны». «Фроузен», да, вы имеете в виду? Да, спасибо вам. Ну вот, да. В прессе появлялись слухи, что мы собирались подать иск против Мадонны. Да, у меня истории никакой с Мадонной не было. Это все слухи, которые распространяла наша великолепная пресса. Ну, а имя «Шестиль» напоминает ваш в песне «Фроузен». Вот вы об этом не задумали, что это может быть плагиатом или что это было? Я ничего общего не вижу. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, задавайте вопросы. Линда у нас сегодня на прямой связи. Ну вот, есть такое мнение, что песня ваша «Ворона», которая только что воззвучала в нашем эфире, это попытка оккультурить рок-н-ролл, соединив в себе поп и рок-музыку. Действительно ли это так? Боже мой, как все сложно. Ну, мне кажется, я уже ответила, что для меня есть музыка, и в чем смысл отношения любой песни в моем творчестве. То есть, это жизнь, которая происходит в данный момент, когда ты это воспроизводишь. И твои мироощущения, не более того. А все вот эти вот сопоставления с чем-то, для меня это непонятно. Вот приходится сталкиваться, когда критики, журналисты слишком сложно интерпретируют какие-то ваши песни, ваши действия, ваш сценический образ, вот придумывая то, чего нет. Ну, мне как бы по барабану, поэтому я особо глубоко в это не внедряюсь. Но над имиджем никогда не работали? Или вот это такое естественное для вас состояние абсолютно? Над чем? Над имиджем. А что значит имидж? Имидж – это и есть твой внутренний образ, как ты его себе видишь. А, естественно, там дальше, как его, например, технически восполнить, со мной работают разные интересные люди, кто это может, скажем, более ярко, что ли, сделать, более сценично, вот и все. Имидж формируется от твоих текстов, наверное, от того, как звучит твоя музыка, и это и есть твой имидж. Все отталкивается от этого. Музыка – это твой язык. Ты говоришь уже сам о себе. Ты не исполняешь это. Ты живешь этим. Поэтому имидж – это и есть твой образ жизни. Ну, ворона – это умная птица. Она имеет интеллект, да, как ученые доказали. Она довольно бесстрашная. Вот вы проводили ассоциацию с собой, когда писали эту песню? Нет, я никакой ассоциации не проводила. Это было ассоциативное, скажем, ощущение, что есть некий абсолютно мертвый мир, который тебя не слышит. Вот, где замолкают все звуки, где не цветут больше растения, где замерзают реки, где останавливается жизнь и твое дыхание. Мало кто слышит, и ты сам тоже в этой пустоте ничего не можешь слышать. Это связано, естественно, с определенными событиями, я не знаю, которые тебя окружают, которые ты воспринимаешь. И таким образом это интерпретируется в определенный, скажем, как вы называете, это образ. Больше всего с этим образом, наверное, я не знаю, что соответствовало. Я не знаю, для меня это очень сложно с чем-то это ассоциировать. Но это как, не знаю, когда ты рисуешь любую картину, и все приходит как бы во время... Ну, я не знаю, тебе нужно что-то рассказать молчаливо на этом листке бумаги. И ты это делаешь буквально красками, теми изображениями и формами. То же самое в музыке. Ну, ворона так или иначе – это герой вашей песни. И вороны обычно сторонятся люди. А вы по натуре общительный человек или замкнутый? Вот вы опять привязываете все к вороне. Ворона тут вообще ни при чем. Это просто то, что легко было передать путем образа, и не более того. Вот. И это никак не птица, птица-ворона там и так далее. Ну, хорошо, раз уже сложился такой образ, и эта печать уже поставлена, ее никаким образом не переубедить и, в принципе, не переоправдать, и, в принципе, оправдываться не в чем. Вот. То, что касается меня, в разных ситуациях я бываю разная. Бываю замкнутая, бываю очень общительная, бываю теплая, бываю колючая. Я абсолютно разная. Ну, вот интересно, вы сказали о том, что вот этот образ закрепился, и вот как раз, когда говорят, например, о Казимире Малевиче, все вспоминают «Черный квадрат», и у многих музыкантов есть песни или несколько песен, которые с ними плотно ассоциируются, даже когда они начинают что-то новое, создают что-то новое, то все равно волей-неволей возвращаются к старому. Вот для вас это болезненная история все-таки или нет? Для меня не болезненная история, а эта история немного ущербная, потому что она очень узконаправленная. Человек не может смотреть шире. Это то, что... Ну, это как бы... Ну, примитивно, что ли. То есть ты не расширяешь себя никаким образом, у тебя нет никакого мировоззрения, у тебя есть очень узкая линия, в которую ты смотришь, и одна точка, которую ты постоянно видишь. Это очень скучно, мне кажется. Ну, у музыкантов есть такая проблема, которая, например, есть у актеров. Не у всех, а у некоторых. Это заложник одной роли. Когда, например, Александр Демьяненко всегда был Шуриком, хотя он сыграл много драматических ролей, всегда его воспринимали именно как героя «Операции И» и других приключений Шурика. Вот для музыкантов это проблема? Я думаю, это не для музыкантов проблема, это проблема для тех, кто их так воспринимает. Вот, конечно, вот та энергия, восприятие, которая складывается в общем, человеку исполнявшим, ну, как сказать, создающему что-то, конечно, ему сложно находиться под одной печатью той энергии, на которой его как бы пристамповали. Это, конечно, сложно. Вот, но если человек как бы разносторонний, то, мне кажется, ему все равно, он должен идти дальше, и абсолютно легко это можно сделать, смотря как к этому относиться. Все проблемы, решаемые внутри твоей, скажем, головы, это и есть твоя тюрьма. Либо ты относишься к своей голове как к тюрьме, либо ты относишься как к большому просторному миру. Выбор за тобой. Ну, вот Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ, одно время, достаточно долго, он отказывался играть на концертах песню «Что такое осень?» для того, чтобы отучить публику от этого своего главного хита. Ну, потом, правда, вернулся к исполнению этой песни, но тем не менее. У вас не было соблазна отказаться исполнять какие-то из своих песен, с которыми вы ассоциируетесь в первую очередь? Абсолютно нет, потому что я считаю, что люди, пришедшие на концерт, они все разные. Десятки людей хотят слышать, а только старое, и они это слышат. Вот для меня абсолютно все равно, потому что для меня нет разделения в музыке прошлой, настоящей и там сегодняшнего творчества, потому что это есть моя жизнь, это есть я, это есть мое целое. Я не могу здесь разделять то, что я исполняла в прошлом. Я с удовольствием это делаю и сейчас, и люди, которые хотят это слышать, не лишаются этого удовольствия. Почему нет? Я не считаю, что это правильно. Раз уже было сказано слово, то это слово можно поддерживать, привнося к этому слову еще массу других эпиграфов, которые происходят в твоей жизни. И таким образом рождается твоя книга, твоя книга жизни. Зачем вырывать из нее первые страницы? Ну вот если говорить о правильном понимании ваших песен в обществе, вот среди ваших, так скажем, антипоклонников существует мнение, что песни ваши побуждают к депрессиям людей, даже, возможно, к суициду. Как вы относитесь к таким высказываниям? И, например, песни «Сделай так», где вы поете о прыжке со скалы. Вот есть ли в этом правда? Я еще раз говорила уже на эту тему, что я пою так, как я понимаю. Это мое мировоззрение, то, как понимают это другие люди, это уже их проблемы. Вот. Я мои песни никаким образом не отношу к депрессивным и тем более ведущим каким-то суицидным моментам. Это вообще для меня какая-то запретная тема. А то, что касается прыгни с огромной скалы, если человек внимательно послушал и ощутил это правильно, насколько я это ощутила, то с огромной скалы это далеко, высоко в небо, а не вниз на глыбы скал. Это, наоборот, возвышение к чему-то растущему вверх, к чему-то духовному. Прямо в океан. Это и есть океан нашего неба, океан нашей души. Это светлая песня, обращение к Богу. Сделай так, чтобы не было больно. Ну, вы не думали о том, что люди в силу своего какого-то, может быть, даже примитивного мышления могут не так интерпретировать эту песню и что может привести к каким-то серьезным последствиям, опять же, к очень впечатлительных людей? Ну, знаете, если я буду об этом думать, я тогда тоже, наверное, буду заниматься такими же проблемами, какими они для себя находят в этой жизни. Вот. Таким людям я просто пожелаю какого-то развития, побольше читайте духовной литературы, делайте добра, добрые вещи вообще приносят очень большие результаты, меняют твою жизнь кардинально, поэтому концентрируйтесь в этом мире на чем-то позитивном. Из всего, во всем негативе всегда присутствует миллион плюсов, поэтому надо находить эти плюсы. Вот. И любые черные полосы, они делят мир тоже на очень интересные вещи, поэтому нужно во всем находить позитив, и, самое главное, развиваться во всем. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните нам, задавайте вопросы. Певица Линда у нас на прямой связи в программе Абонент доступен. Также пишите вопросы в Фейсбуке, мы их стараемся озвучивать. Ну, вот вы только что сказали, что нужно во всем стараться искать позитив, а вот в СМИ, ну, давно уже писали, конечно, что вы скончались от передозировки наркотиков. Вы к подобным новостям относитесь как к пиару или же негативно воспринимаете такое? Я не знаю, как комментировать это. Это убожество, мне кажется, убожество тех людей, кто это пишет, кто это распространяет. Мне как-то без разницы. Вот этот мусор, в котором я никогда не хочу копаться, и я научилась абстрагироваться от этих вещей, вот, поэтому мне кажется, что я абсолютно как бы непробиваемо создала для себя такой непробиваемый мир, который четко отчеканивает все эти, как бы, некрасивые вещи, которые происходят вокруг меня. Поэтому я не знаю, как комментировать это. Но абстрагироваться, научиться абстрагироваться было сложно или все-таки вот как-то сразу удалось? Вот от этой всей грязи, которая, в общем-то, выливается на публичных людей. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, сложно это было или не сложно. Меня как-то всегда что-то ведет сверху, я как-то никогда не смотрю. Не знаю, мне как... Я реально, без комментариев, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну вот еще один вопрос из интернета. Как вы относитесь к музыкальным дуэтам? Готовы ли вы сотрудничать с другими музыкантами? Что об этом думаете? Для меня все интересно. Я не знаю, когда есть интересные идеи, неважно с музыкантами они летают или там с инопланетянами, мне без разницы. Если это интересно, я всегда готова это сделать. Ну вот вы уже прокомментировали этот скандал, который лже-скандал с Мадонной, который в прессе раздули. Кто-то говорит, что и Леди Гага много заимствовала у вас. Вы как вообще воспринимаете ее творчество? Ну, я... Как... Я даже не знаю, как в этом признаться, но я в ее творчестве совершенно не глубока. То есть безразлично, как-то индифферентно относитесь к тому, что происходит там? Ну, я просто, видимо, не знакома с Леди Гагой. Вам нравится Бьерк, как мы поняли из одного из ваших ответов. Да. А вот что делает Бьерк актуальной и сегодня? Вот на ваш взгляд, в чем ее феномен? Феномен в том, что она умеет открывать пространство абсолютное непонятное и непонятное и невоспринимаемое, наверное, той простой рутиной жизни, которым каждый человек окружен. Она открывает вообще вот тот космос, наверное, который существует и которому приблизиться может не каждый. Мне кажется, в этом ее вот это вот абсолютно, скажем, такая неподдельная чистота восприятия всей жизни, мыслей и вообще всей той форме, в которой она родилась и в которой она существует. И это связано не только с музыкой, мне кажется, а вообще с ее, скажем, с ее формой вообще, в какой она существует в этой жизни. С ее адекватностью, неадекватностью, я не знаю, с ее восприятием, скажем, того мира, которого, в принципе, не существует, потому что у нас мир настолько загружен всеми этими проблемами, в которых все люди существуют и только все об этом говорят, что все как плохо там и так далее. А она открывает абсолютно другие истоки, из которых можно черпать, я не знаю, громадную энергию. Для меня это так. Я говорю чисто свое мнение. Вы как-то говорили в интервью, что у вас нет явных кумиров в творчестве, но есть исполнители, тем не менее, современные творчества, которых вы уважаете и которые вам нравятся? безусловно. Очень много таких людей. Это перечислять можно просто бесчислено, мне кажется. Вопросы нам продолжают поступать из интернета. Я знаю, что вы не очень любите эту тему, но вот поступил вопрос по поводу проекта Максима Фадеева. Вот вопрос от слушателя. Жалеете ли вы, что он перестал с вами сотрудничать? Ну, для меня тоже это очень странный вопрос. Что значит, жалею ли я? Если б я жалела, наверное, я б с ним сотрудничала. Раз я с ним не сотрудничаю, значит, меня как-то все устраивает. Ну, что ж, у нас остается буквально несколько минут до конца эфира. Линда скоро выступит в Риге. В Ригу что планируете привезти? Какой программ? Безусловно, это будет наш драйв, это будут разные песни, это будет море музыки, ну, и море энергии, наверное, и вообще какая-то встреча будет, мне кажется, долгожданной, потому что мы, на самом деле, очень давно у вас не были, у меня Рига запомнилась очень нежными воспоминаниями этих старых средневековых улочек, никогда не забуду, с какой радостью я это делала, когда мы были у вас в гостях, вот, настроение очень позитивное, очень хочется скорее к вам приехать и встретить наших единомышленников в вашем таком красивом мире, я надеюсь, что у нас все получится, поэтому всех очень ждем 2 января, января, 2 ноября в студии 69, и я думаю, что это концерт, который мне очень запомнится, я очень надеюсь на это, вот, поэтому я ввезу с собой очень много, скажем, записывающей техники, на которые я смогу запечатлеть, мне очень нравится сейчас в последнее время как бы делать какие-то фотографии или видео прямо с концертов и вообще смотреть со сцены в глаза людям, меня это очень сильно вдохновляет и мне кажется, это и есть как бы такая музыкальная, скажем, миссия каждого человека исполняющего творческого да, спасибо вам Линда, что нашли время, время наше к сожалению подошло к концу, Линда, певица была у нас сегодня на прямой связи в программе абонент доступен, всего доброго и до свидания всем пока часов у нас и до свидания, до свидания.